Пять лет Аня Козырчикова общается с мамой только глазами и улыбкой. Но так было не всегда. До года малышка развивалась, как все сверстники, и уже пыталась выговорить первые слова, как вдруг судороги, потери сознания, больница. Анечка умела пользоваться предметом ручками, могла брать бутылочку в руки, говорила отдельные слова, обращалась ко мне как мама, собаку, бабушку, дедушку, показывала пальчиком. Была какая-то такая, наверное, маленькая речь из отдельных слов. И после того, как отлучается первый приступ эпилепсии, у нас начинается такой медленный, но в то же время такой быстрый откат, где Анечка начинает терять все свои навыки. И вроде бы приступы удается купировать, но вот навыки обратно не возвращались. Полтора года Аня по физическому и интеллектуальному развитию едва догоняла двухмесячного малыша. И снова больница, обследование, тяжелый разговор с врачами. Оказалось, эпилепсия лишь сопутствует куда более тяжелому генетическому заболеванию. Синдром Ретта – это наследственное заболевание. Страдают преимущественно девочки. Обусловлено заболевание мутацией в определенном гене. Клинические проявления этого синдрома затрагивают двигательную сферу, двигательные нарушения, интеллектуальную сферу, задержка психоречивого развития. Лекарства от синдрома Ретта пока находятся на стадии разработки. Бороться можно лишь с последствиями генетического заболевания. Год за годом Аня с поддержкой родителей и специалистов учится быть самостоятельной. Наша задача в данный момент восстановить прежние ее навыки, чтобы она дольше опиралась на локти, на ручках, на кисти рук опиралась и при вертикализации, чтобы еще опиралась на ноги. И вроде бы победа не за горами, как вновь удар. Страшные ежедневные приступы эпилепсии у Ани вернулись. Ты не знаешь, что будет дальше. Через сколько минут он закончится, через минуту или через 20. И страшно, наверное, от последствий, которые могут быть при данном приступе, да, за то, что может быть какая-нибудь остановка сердца. Подобрать препарат, который блокирует приступы, удалось лишь спустя год. Но и теперь война за обычное детство не закончилась. Жизненно необходимое лекарство для Ани стоит сотни евро и не продается в российских аптеках. Сейчас девочка получает комбинированную терапию из двух препаратов. Один из них завозится по специальному запросу, скажем так, родителей, потому что он до настоящего времени не зарегистрирован в Российской Федерации. Но этот препарат действительно сдерживает приступы. До назначения его у него были очень частые, тяжелые, травматичные приступы. Вот наши препараты. Вот наш жизненно важный препарат Сабрел, который необходим ежедневно. Три блистера по 10 штук нам хватит на 6 дней. И больше пока запасов нет. А это значит, что небольшая ремиссия в полгода может оборваться уже совсем скоро. Чтобы приступы эпилепсии у Ани не вернулись, ее родителям необходимо срочно купить дорогостоящий импортный препарат стоимостью 216 тысяч рублей. Отправляя СМС-сообщение со словом «Чудо» и суммой пожертвования на номер 7878 или зайдя на сайт проекта www.helpdefischildren.net, вы жертвуете свои средства на помощь Ане и другим героям проекта «Ты ему нужен». Помогать легко. Сегодня именно ты нужен, Ани Козырчиковой. Корректор А.Кулакова